Стой! 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 Что случилось? Нам задонатили! Я смог на распродаже чайный пакетик урвать! О! Круто! Друзья, спасибо всем, кто поддерживает наш проект. Теперь наше шоу станет немного лучше. Как видите, мы уже переехали в новую студию, это все благодаря вам. А ты хоть знаешь, как его использовать-то? Да я чай ни разу в жизни не пил. Блин. Может его это там, не знаю, надо рвать что-нибудь и высыпать туда? Ну, попробуй. Добрый день, дорогие друзья! В эфире, как всегда, самое низкобюджетное шоу о науке «Чуть-чуть о науке». Если взять бюджет нашего шоу и поделить на два, то некоторые калькуляторы даже не смогут вывести такое маленькое число. А теперь к новостям. Как вы знаете, 14 марта нас покинул великий ученый и икона науки современности Стивен Хокинг. Но в тени осталась и другая трагедия. За несколько дней до этого скончался нобелевский лауреат, британский биолог, внесший значительный вклад в секвенирование генома человека Джон Салстон. Да, он был не так знаменит и известен широким массам, но его заслуги просто колоссальные. Так что давайте погрустим и об этом ученым. Все, хватит грустить, ведь новости науки сами себя не расскажут, в отличие от фейковых. Ученые проанализировали записи трех миллионов пользователей социальной сети Twitter и пришли к выводу, что фальшивая информация распространяется гораздо быстрее, чем реальные новости. Да, слухи распространяются быстрее не только по деревне, но и по интернету. Это весьма серьезная проблема, ведь ложные сообщения могут приводить к очень серьезным последствиям. Так, фейковая новость о взрыве в Белом доме и ранении президента США Барака Обамы привела к падению фондового рынка на 140 пунктов. Также выяснилось, что люди сами способствуют распространению фальшивой информации, так как заметно чаще ее ретвитят. Зато, вопреки популярному мнению, боты одинаково ускоряют распространение как лживой, так и правдивой истории. Видела сегодня председателя совета дома. Ну точно наркоман. Помогите ретвитам. Хорошая новость для всех алкоголиков, криворуких и дрещей. Новосибирский завод «Экран», крупнейший производитель стеклотары в Сибири, освоил новую технологию, позволяющую сделать бутылки прочнее и легче без увеличения стоимости. Бутылки на предприятии будут изготавливаться с упрочняющим покрытием с использованием нанотрубок. При этом ударная прочность тары увеличится на 10%, а масса уменьшится с 285 грамм до 260. А? Ну как вам? Вот она наука на службе обычного человека. Это же сколько напитков станут в целости доезжать до дома. Но правда трюк с разбиванием бутылки об голову станет сложнее проделывать. Пестициды накапливаются в организмах с высоким содержанием жировых тканей. К такому выводу пришли российские ученые, которые уже несколько лет изучают морских птиц и млекопитающих Охотского и Берингово морей. Также они установили, что чем выше живое существо находится в пищевой цепочке, тем больше в его организме накапливается токсинов. А больше всего пестицидов у тех видов, которые еще и живут долго. Поэтому, дорогие зрители, помните, что скоро лето и большое содержание пестицидов не очень хорошо выглядит на пляже. Думаешь, тебя это не касается? Ага, ну-ка положи бутерброд в холодильник. Перевести антиматерию из пункта А в пункт Б. Согласитесь, безумная идея. Но очень нужная ученым. Ведь установок по синтезу антиматерии в мире считаны единицы. А вот экспериментов с ней можно придумать огромное количество. Но разместить все эти эксперименты рядом с установкой по синтезу просто физически невозможно. Возникает вопрос, а как перевести антиматерию? В 2022 году физики планируют построить и продемонстрировать специальную систему для транспортировки антиматерии на несколько сотен метров. Но для начала мы решили проверить обычные способы. Нужно срочно отправить груз? Зайдите на сайт sdek.ru в раздел «Заявка на вызов курьера». Минута времени и курьер на пути к вам. Хотите узнать стоимость доставки? Благодаря калькулятору услуг на нашем сайте вы сможете сделать расчет за несколько секунд. Живите в собственном ритме. Просим вас упаковать груз так, чтобы упаковка обеспечивала его сохранность от повреждений при обычных условиях транспортировки. Не закрывайте груз до конца. Курьеру нужно проверить содержимое. Пожалуйста, приготовьте отправление и данные получателя до приезда курьера. Время ожидания более 15 минут оплачивается дополнительно. Ммм, да. Видимо, тут без специальной системы мы просто не обойтись. Но обо всем по порядку. Ведь прежде чем перевозить антиматерию, ее нужно сначала синтезировать и удержать от аннигиляции с обычным веществом, что само по себе непросто. Обычно антиматерию получают следующим образом. Берут обычные протоны, разгоняют их до высоких энергий и направляют пучок на мишень, состоящую из атомов тяжелых металлов. В результате рождается большое число самых разнообразных частиц, среди которых есть и антипротоны. Получившиеся частицы сортируют и отбирают из них антипротоны, которые затем используют в дальнейших экспериментах. Либо заново разгоняют, чтобы столкнуть с другими частицами, либо замедляют, чтобы законсервировать. Давай быстрее собирать наш бюджет. Вдруг получится в магазин вернуть, скажем, что там углеводов меньше, чем указано. Ну или в крайнем случае, чтоб по размеру не подошло. На поток этот процесс поставлен только в ЦЕРНе, где для замедления частиц используют специально построенный антипротонный замедлитель. При желании можно синтезировать и более сложные составные частицы. Например, антидиэтроны, антитритоны и ядра антигелия. А можно даже целые антиатомы. Главная проблема, которая мешает антиматерии долго жить, это взаимодействие с обычной материей, окружающей ее со всех сторон. Чтобы предотвратить это, физики минимизируют число обычных частиц внутри установки, а затем с помощью электромагнитных полей удерживают антиматерию от взаимодействия со стенками. Сейчас отдельные антипротоны могут храниться более одного года. Но в течение такого долгого срока можно сохранить не более 12 частиц, а одновременно в ловушке может удерживаться не более 10 миллионов атомов. Для перевозки на большие расстояния этого недостаточно. Но ученые-то люди безумные. И поэтому они сказали, а давайте сделаем проект PUMA и будем надеяться, что мы сможем увеличить количество одновременно удерживаемых антипротонов до 1 миллиарда, при этом сохраняя продолжительность их жизни в несколько недель. Чтобы казаться менее безумными, ученые предложили план. А давайте понизим температуру установки до 4 кельвинов и доведем частоту создаваемого в ней вакуума до значений, сопоставимых с межгалактическим пространством. Затем построенную установку переместим в грузовик, загрузим ее антиматерией и перевезем это на несколько сотен метров. Ну как? Годный план? Я думаю это лучший план. Я даже свой придумал. Встать утром с кровати, умыться, позавтракать, загрузить себя в автобус и приехать на работу вовремя. Только почему-то он никогда не срабатывает. Ага. Но это конечно же шутки. Ученые прекрасно понимают всю сложность своей затеи. Это конечно же не так круто, как прочитать геном человека, но если это сделать, то будет просто легендарно. Слушай, а ты уверен, что этот чай есть надо? Ну я-то откуда знаю, я ж его никогда не пробовал, но с другой стороны не выкидывать же это все. Блин, а может быть не надо было воду добавлять, а как с кофе, прям из пакетика его есть? Друзья, а у нас отличная новость. Благодаря стараниям художника Маши Кузнецовой мы сделали вот такие открытки. Здесь на лицевой стороне приведена смешная и милая иллюстрация к какому-то научному факту, а с обратной стороны его подробное описание. Их можно посылать обычной почтой. Если вас заинтересовало, бегом в описание, а мы возвращаемся к новостям науки. При кариесе эмаль разлагается под действием ферментов бактерий. Но иногда и механическая эрозия может приводить к тому, что дентин обнажается и зуб становится чувствителен к горячему, холодному и прикосновениям. Чаще всего такая проблема возникает в той части зуба, которая ближе всего к десне, ведь там эмаль тоньше. Производители зубных паст прекрасно это знают и выпускают специальные зубные пасты, которые должны предотвратить эрозию эмали. Должны. Вроде бы. И вот ученые решили проверить, а действительно ли они это делают. Результаты были предсказуемыми. Ни одна зубная паста не защищает от эрозии и истирания. Более того, различия между пастами разных марок оказались незначительными. Так что не ведитесь на эту рекламу. Ведь задача зубной пасты это служить слабым абразивным реагентом и помогать удалять остатки пищи с зубов. А также обеззараживать поверхность зубов и десен. Кстати, в конце прошлого года ученые также обнаружили, что отказ от употребления водопроводной воды повышает риск повреждения зубов у детей. Все мы помним, как в детстве взрослые нам говорили, не пей воду из-под крана. С одной стороны это правильно, ведь из водопроводной воды к нам в организм могут попадать тяжелые металлы, типа свинца. Но, как выяснили ученые, на уровне целой популяции отказ от воды из-под крана снижает воздействие свинца незначительно. В то же время, риск разрушения зубов у тех, кто пьет только очищенную воду, выше. Это связано с тем, что водопроводную воду добавляют в ТОР, который предотвращает вымывание минеральных солей из зубной эмали. Такие дела, а пока минутка рекламы. Я на выборы никогда не ходил. В этот раз обязательно пойду голосовать за... Стоп, стоп, что ты несешь? Выборы-то прошли уже. А я знаю. Мне сказали выпустить рекламу до выборов. Вот я до выборов 2024 и выпущу. Мда, ну так тебе и заплатят в 2024. И последняя новость. Ученые из Австралии собрали протонный аккумулятор, который в будущем должен заменить литий-ионные батареи и удешевить хранение энергии. При зарядке такого аккумулятора протоны, выделенные из воды в обратимом топливном элементе, проходят через клеточную мембрану и соединяются с углеродом благодаря электронам, поступающим вместе с током. Во время использования аккумулятора этот процесс течет в обратную сторону. Атомы водорода высвобождаются из углеродного хранилища, теряют электрон и вновь превращаются в протоны. Протоны, пройдя через мембрану, объединяются с кислородом и превращаются в воду. Ну круто же, да? Так же круто, как поддержать наш проект на Патреоне. Все ссылки будут в описании. Тем более, что визуализация с синтезом антивещества влетела нам в копеечку. До встречи на следующей неделе! Ты, кстати, не сказал, что нашим подписчикам на Патреоне будет доступен ранний доступ к видео, и можно будет даже выбирать темы видео. Да, я просто расстроился, что мы конфетки просыпали. Так-то 40 рублей за упаковку. Жалко. Ну да, жалко было. Ну и я подобрал съемку. Ха-ха-ха. а там просто naveгнется. С engines Chase вспомнил просто вaboсти hasn't идет ес, М comece tat purposefully, too. такая формуla, действительно. vs.